Всем привет, с вами Гучи Бой. Ян Клеон тоже на месте. Сегодня мы будем угадывать треки. Приятного просмотра. На данный момент я слушаю мамбл рэп и рэп, также люблю альтернативу. Вообще слушаю музыку и кайфую от этого. Если мы будем говорить про исполнителей из России, то я считаю, на данный момент самый крутой исполнитель в России это Отрикс. Я скоро запишу с ним фит, когда накоплю 6000. Ладно, на самом деле, я считаю, что самый перспективный, хотя он в принципе давно уже в рэп игре, это Отрикс, потому что у него очень глубокие текста. Очень приятно мне слушать данного исполнителя. Также мне нравится Елена Темникова, всем советую. Она ушла из серебра, в принципе, старый состав давно развалился, но сейчас Темникова занимается сомнением в своем творчестве. Сомнение. Сомненным творчеством, короче, занимается, делает все... Вот, я очень люблю Темникову. А также мне очень нравится группа Тату, которая больше не существует. Вот эта песня я сошла с ума, наверное, все знают. Нас не догонят. По-любому, все слышали эту... Не знаете, что это за группа, а это просто классик. Очень всем советую слушать данных людей. Но я также хотел бы заметить четвертого исполнителя. Называется Гуча Бой, вот, очень перспективный исполнитель. Я думаю, в следующем году он обязательно стрельнет. Давайте за это выпьем. Первое место будет занимать... Кейк Бой. Первое место будет занимать... Гонфлат. Третье место будет занимать... Фейс. А на... На любом месте, то есть... Выше первого. Будет занимать, конечно же, Ян Клёв. Неон Бой. В общем, ребят, такой исполнитель есть. Мало его, кто, конечно, пока... Конечно, пока мало его, кто знает. Но скоро выставлен такой исполнитель, который называется Эл Джей. Ладно, на самом деле, я реально не знаю сейчас никаких фрешменов. Вот раньше я достойных находил, вот, то есть... Тот же Джизус, например, можно взять... Ну, допустим, я его слышал еще до того, как он стал достаточно популярным. Вот, еще до Ван Гога. До всей этой... До психоневрологических заболеваний, там, со всем этим. Правило. За название трека игрок получает один балл. За исполнителя тоже один балл. То есть за одну песню игрок может получить максимум два балла. Если играет совместная песня, то есть фит, то игрок может получить два балла, если он угадает двух исполнителей. За фит игрок может получить максимум три балла, если он угадает двух исполнителей и название трека. Ну и в заключение выигрывает тот, кто наберет большее количество баллов. что я могу сказать про данного исполнителя мне он сразу понравился как только я с ним познакомился познакомился с треком за шею данный трек я прослушал раз сто поэтому могу сказать что гонфлат это настоящая находка для тех кто ищет хорошую музыку биг бэйби тейп в моих глазах как-то странно взлетел я только услышал о нем о нем уже все знают поэтому я подумал что популярность незаслуженная на самом деле вот возвращаясь к тому вот был бы просто начали выпуска про фрешманов которые стрельнут вот насчет тейпа вот его я вообще давно слышу то есть еще до драгон борна я помню еще своим друзьям сказал по моему где-то наверно в ноябре он уже тогда анонсировал dragonborn а вышел по-моему где-то около нового года я уже тогда сказал то что это пи***ь стрельнет это будут все слушать вот это вот ну факт биг бэйби тейпа отношусь нормально но последнее время он немного наскучил но в принципе не важен биг бэйби тейп шарал красава никого нет не мой никого не целуй не забудь что рот в рот получается микроб никого не снимай гепатит спецсифилис то что есть у всех то не заразна о пергенессии я знал с трека гепатит спецсифилис для начала для меня это был второсортный просто чувак который ну про него все говорят такой ну и пофиг потом я знаком с ним получше добавился трек гепатит спецсифилис спецсифилис скачал его альбом моя милая пустота и в данный момент я с ним так хорошо контачил контачу свою музыку но я пирогенезиса слышал достаточно давно но честно говоря вот не припомню с какого именно конкретно трека либо альбома я с ним познакомился в качестве исполнителя вот но я считаю что пирогенезис вот нужно ему отдать должное он делает очень необычную музыку даже не всегда можно это назвать рэпом но это звучит очень необычно и это реально такая музыка выделяется среди других опять же это очень здорово когда ты делаешь что-то уникальное поэтому я думаю пирогенезис красавчик вот поэтому а еще у него есть фит сутрик с моим любимым исполнителем так что справедливо справедливо я воспитанник бардака типа элита кровью пропитанных баррикад я не выгодный вариант я не верю в словах они ждут моего дропа с ботом обладает но у кэп а я могу второе название угадать это джет пак но у кэп стелли грейвом это просто клоу пассажер додыхавал с пола я не верю в словах обладает я слушаю довольно давно но мне он не очень нравится в своей читкой плане это нормально это можно слушать но через каждое слово а а сказал спутник который сушит гумфа нет короче заключение обладает крутой но не для меня я считаю обладает очень-очень крутой исполнитель прям очень начал я его слушать с альбома double tap вот кто шарит тот поймет очень давно я начал его слушать и чтобы первый его трек но я послушал году так в шестнадцатом наверное да в 2016 году я по-моему в конце послушали в конце семнадцатого я не помню когда double tap вышел точно говоря вот и уже тогда мне вкатывал его стиль и даже несмотря на то что он очень сильно поменялся новое звучание мне кажется чем старое то есть он реально раздает стиль это что-то смесь какой-то атланты с чем-то так что чувак просто продвигает музыку назад мир не злой просто подложка накипела себя сложно удержать когда ладошка анимела возникла одна проблема мы все ждем в кинезис мы не будем как называется я знаю я тоже каждый день я не буду отвечать я занят кристалл красавчик просто я о нем узнал да я сам даже не помню когда я о нем узнал но советую послушать факт бой я же в свою очередь буквально два слова скажу а весь орбит клуб курим жирный сама фигуровка фидук шутал вообще просто на самом деле ребята классы делают музыку оф джи буда платина лил кристалл фидук вот и обладает тоже с ними хотя он не курит жирный но все равно я считаю что очень перспективный исполнитель я познакомился с ним недавно достаточно но первый его осознанный трек который я долго начал слушать это трек факт бой на который у него есть клип в лондоне сняли да согласен полностью снищетой пусть подвале затем еду в абу даби скажу то что вы не знали покупаю за всех каль снищетой я бы с подвале еду в абу даби недавно появился тот потс на радарах русского рэпа многие люди узнали его потому что у него на альбоме почти самый свежий вроде как называется есть фитс офми вот многие люди поэтому его узнали на самом деле скажу то что тот потс раздает стиля на самом деле у него есть прекрасные бенгеры в общем этот пост это просто на самом деле пример человека пример музыканта который правильно вложился в рекламу именно правильно записал достаточно годный качественный релиз то есть высокого качества альбом который можно слушать который зашел людям и был правильно пререкламирован теперь этот чувак известен достаточно просто все если ты умеешь делать рэп то ты всего добьешься спасибо они говорят не делай то не делай это а тело лего на пол не не делай дай вышел трек совсем совсем недавно если он вышел вчера я вчера бухал просто я блять точно не слышал вообще до сих пор короче мнение о Жаке Энтони я слышал о нем очень много все советуют меня послушать везде я слышу эту долбежку Жак Энтони Жак Энтони долбежку я слышу про этого исполнителя но я его так и не послушал вообще считаю что он не достойный моих ушей Жак Энтони крутой нигер я с ним познакомился тоже на фестивале на ком-то я до этого его не слышал там тоже выступал там только еще обла был там редо блять выступал а горилла бестфест в честь энергетиков я тогда впервые в своей жизни выпил 2 энергетика за суки кстати это true story чисто учился я в лицее короче после 10 класса я тогда вот только вот только серьезно начинал знакомиться с рэпом мой одноклассник Женя Дмитриев привет женек позвал короче меня сходить на фестиваль назывался он горилла бестфест типа ну горилла знаете энергетик сейчас ходит рекламирую это не ставит точно на кавказе возле 10 класса учился в лице только тогда начинал серьезно знакомиться с хип-хоп культурой короче мой одноклассник женек позвал меня короче в этот сходить на фестиваль там выступали помимо Жака Энтони редо там был обладает там был бамбл бизи там точно был и короче фестиваль фестиваль Gorilla Best Fest. Вот, и, короче, там я впервые в своей жизни в этой True Story выпил два энергетика. До этого я пробовал только максимум, я даже 0,5 баночку не выпивал. Тогда я выпил два, потому что все мои друзья пили и там бесплатно раздавали эти ебаные энергетики. Я не ебанил, на самом деле, я флексил там до утра почти. Вот, ну я... Вот не в обиду, на самом деле, когда Джек Энтони выступал, мой ушел ебанил. Когда я особо его слушал, там играл какой-то его трек, но он потом уже, после этого, начинал треки делать там. Ай, люли-люли, что за день, никто не помнит. Курт 92. Я не знаю, как это называется. Короче, мне еще нравится его немного никнейм, типа отсылка куртку... Куртки Бэйна, да, по-моему, его год рождения 92-го, насколько я знаю. Нет, куртка Бэйн неплохо делает, скримет нормально. Это крест! Я просто битнекера услышал, он понял. Shut it down. Почти, и ты неправильно сказал, так что, по-моему, мы тебе не ждаем шарендаун. Ваше мнение о данном исполнителе, о данном треке. А, кто это исполняет? Крест. Я, короче, первый раз слушал этого чувака. Нормальный, парень. Лил Морти, Дарк Ши. Его я начал слушать с трека с 044 розовым, Формула-1. Но есть одно но. Лил Морти, конечно, красавчик, но не нужно байтить. Мы, короче, приложим пруфы, приложим пруфы, я покажу. Я скину, вот, когда будет монтироваться это видео Гуча Боям, он прикрепит сюда отрывок с непэта из моего инстаграма. Потом Лил Морти, блядь, такую треку пускает. Лил Морти, блядь, хватит байт, меня. И фараона, блядь, и меня самых лучших исполнителей в мире. Розовый пришелец, на моей картинке. Я купил реснички, розовый маленький. Я купил реснички, розовый маленький, розовый гоп. Бинт Манеее, бинт Манеее, а я розовый деньг, ху, влезь я украинка. Мой круг, общение. Велел Склад и Чемодан Клан Мимо Худа. Что хочу сказать, Велел Склад, группа, познакомился с ними год назад. Альбом назывался Велел Склад Ход Дэд, по-моему. Вот, тоже он вышел в августе, вот, насколько я помню. И вот с того альбома я с ними познакомился, там просто был твет, а твет я слушаю, как давно еще, когда у него там, я не знаю, блядь, 10-10, наверное, было. Когда они с Джима, блядь, только начинали коннептиться. Вот, и поэтому я увидел там, что у них был фит с цветом. Как он называется, я не помню, кстати. Круг, по-моему. Что? Фит с цветом. Склек. А, склек. Круг это соль, че, че, че? Да. И поэтому я, короче, не п*** его слушать вот этого трека с этого альбома. Читай, нормально делай, парень. Стили раздают и голоса приятные. Я с криком просыпаюсь, ведь я ненавижу солнце. Джизус, голос монстр. Джизус, офигенный. Ну я согласен с ним. Я вставляю в суку, че, кровь течет, два права, дамени, пущущим дерьмо. Я знаю, что это за дерьмо. Ай, это Стэп Динь. Вы обосрались. Ах, ты. Это Хэрс, ноу, мать его. Мимо. Ахахахахаха. Большой кузь, мы курим в дом. Мэська. Триумбил. Я херпейс готов. Готов, уху, мы одновременно не сказали. Вообще одновременно не поближе. Называется Паша Флэш. Это то, как я живу. Я живу, как Паша Флэш. Большой кузь, мы курим в дом. Мэська. На самом деле, мне очень понравилась сегодняшняя игра. Вот было много исполнителей, было много треков, которые мне нравятся. Вот, оцениваю этот выпуск по достоинству. Я надеюсь, Бучи Боя тоже понравился данный выпуск. Да, смотрите, я очень доволен данным выпуском. Мне все понравилось. Я напился, бляд, поел. Угадал треки, победил Бучи Боя. Самого своего вечного соперника. Профессионал русского рэпа. Поэтому я доволен. Я очень доволен этим выпуском. Хочу спасибо сказать всем, кто принимал в моем YouTube-канале, блядь. Спасибо, Гуки Боя. Я купил не вокал за упаковку Байца, блядь. Спасибо вам тоже. Теперь я в слово. Рука Диктора Алексея. В общем, хочу всем сказать спасибо. Да, это был первый вопрос. Можете еще что-нибудь спросить? Конечно, мне очень жаль, что Клён сделал на моем ролике 18+. Отключил монетизацию. Отключил монетизацию. Я думаю, что вы только грустно сделали. Блин, блядь. Блядь, почему монетизацию? Мне кажется, что даже если все запекать, все равно монетизация отключена. Баш, я снижаю. Детский канал, блядь. Я думаю, дети об***т контент, до которого подъехал. Спроси, как зовут наши хранители, да. Ты знаешь, что это вам оба? Как? Как? Баш, ты... Все, все, все. Вино снятия, все. Вино снятия, все.